Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал, в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Наконец-то, наконец-то дошло желание до вязания. Уже стихами начала разговаривать. Да, долгий перерыв в вязании спицами дает о себе знать. Какие-то корявенькие рядочки. Не знаю, может быть, выправит это все стирка. Ну, в общем, друзья, я начала вязать вот такую шапочку. Шапочка с резиночкой 2х2. Теплый отворот, то есть, можно отвернуть, пока не знаю, в какую сторону. То ли наверх, то ли вниз, и там как-то зафиксировать. А может быть, и не фиксировать, и одевать по-разному. В общем, я вяжу, друзья. Спицы у меня джинджер, деревянные. Я ими очень довольна. Сейчас покажу вам коробочку. Вот такая замечательная коробочка. Кто со мной давно на канале, те знают, что есть обзор на эти спицы. Покупал мне их Лешек в подарок в Москве. Это дерево. И покупал он мне в Виртуозах иглы. Естественно, я нашла. Нашла очень дешево. Не знаю, есть ли они сейчас там, этот набор. Но, в общем, это подарок от Лешека. Стоили, по-моему, 6 с лишним тысяч. Очень удобно. Эта коробочка превращается в планшет. Можно вот так вот фиксировать. Сюда ставить схему. И здесь вот магнитная линеечка, чтобы скользить по схеме, не потерять ряд. Магнитики здесь вот, вы видите, служат у меня органайзером. Там иголочка и всякие маркеры. Здесь лески. Линеечку я отдельно покупала. Там сколько-то лесок идет разной длины. В общем, я довольна этим набором. Единственное, что я пару раз сломала тоненькую спицу. Неудачно как-то села, по-моему, на нее. Вот что-то из этих. Потом докупала их отдельно и вкладывала в этот набор. Причем сломанную спицу мне удалось даже починить. Где-то в видео я рассказываю об этом как. Но уже, конечно же, это видео искать не буду. Так что присмотритесь. Вот единственный минус, что они хрупкие, конечно. Это дерево. Надо очень-очень аккуратно. А так спица очень такая гладенькая. Такие остренькие кончики. Для скользкой пряжи, для махера. Это вообще незаменимая вещь. В общем, вяжу. Начинала резинку вязать каким-то, не помню уже, каким номером. Но меньше, естественно, чем сейчас вяжу. Сейчас у меня, по-моему, пять с половиной или пять. Сейчас посмотрю. Пять с половиной сейчас. Это я перешла после резиночки, перешла на спицы размером больше. А так, вот здесь пятерочка вязала, здесь четыре с половиной. Ну, в общем, начинала с меньшеньких. И, в общем, немного потом увеличивала размер спиц. Что-то захотелось мне. Захотелось вот такую шапочку с аранами. Может быть, хотя нет подходящей пряжи по цвету, я имею в виду. Может быть, свяжу и шарфик к этой шапочке. Зима движется. У нас вон за окном пасмурно уже какой день. Солнца нет. Наверное, и настроение отсюда какое-то не очень. Вчера я сделала себе выходной. В общем, нечего было показывать. Да, и настроение было не важнецкое. После крайнего моего видео столько комментариев поступало, так скажем, не очень хороших. Но я не буду на них останавливаться, потому что, конечно, я этих людей блокировала, удаляла. Но я рада, то, что где-то около 30-40 человек в пределах этого ушли с канала. И мне нравятся вот такие чистки, которые я частенько устраиваю у себя на канале. Ну, не частенько, но устраиваю на канале. Вот такие видео, которые спорные, которые не очень лестные, не очень положительные. В данном случае было видео, это вопрос жителям Украины, ответ на их комментарий. И я думаю, что щири-украиночки ушли где-то, ну, человек 30-40. Что меня очень радует, потому что хочется, чтобы на канале остались мои единомышленники и, ну, во всяком случае, люди хотя бы имеющие какую-то нейтральную позицию и которые, ну, задумываются вообще, откуда ветер дует, что происходит в мире, так скажем, у которых есть голова на плечах. Ладно, об этом я не буду. Сейчас расскажу, из какой пряжи я вяжу и расскажу, вот схема здесь узора. Друзья, но она какая-то корявая, эта схема. я не понимаю, вот, во-первых, не было к этой схеме обозначений. Так, где моя мышка? Сейчас мы это закроем. Вот эти вот, я не знаю, видно вам, где я ввожу. Вот эти вот значки как-то странно читаются сзаду наперед, я бы так сказала. В общем, я нашла канал, сейчас я вам его покажу. Вот этот канал называется Уроки вязания. Я даже не знаю, как блогера зовут. И вот здесь замечательный мастер-класс по этой шапке. Вот она, вот так. Но у меня что-то как-то по-другому получается. Не вот такие косички. Видите, хотя вяжем по схеме и все я правильно делаю, но мне все равно нравится узор. Так вот, я оставлю ссылку на этот мастер-класс по вязанию вот этой шапочки ранами. Здесь все очень-очень подробно рассказывает девушка. И вот я по ходу действия, то есть здесь включаю звук, а здесь я включаю картинку, потому что я все-таки привыкла вязать по схеме, но вот не могла я расшифровать вот эту схему, вы меня хоть убейте. Вот. И звук включаю и смотрю, слушаю, что она вяжет, а сама смотрю на схему и начинаю понимать, как читать вот эти вот финтиклюшки, вот эти вот значки. В общем, мне понравилось, как девушка рассказывает без лишних слов, по каждому ряду, в общем, там у нее на канале много шапок я нашла, но вот понравилась вот эта вот шапочка. Вот, тепленькая, это у меня счетчик рядов на пальце. Давайте расскажу о пряже. Вот у меня было два моточка вот таких по 50 грамм. это Alpaca Air фирма Linus Donord или пряжа Linus Donord, не знаю. Забыла я, как назывался этот магазин, который в рамках сотрудничества высылал мне эту пряжу. Так, здесь 15% лана, 75% альпака и 10% полиэстер, полиамид или, ну, в общем, синтетика. Пряжа вот такая шнурковая, объемная. Но, вы знаете, вот еще почему вчера не вышло видео. Я хотела вчера уже начать вам рассказывать об этой шапочке, но распустила. Никак я не могла попасть в размер спиц, чтобы резиночка выглядела не как решето, а вот такая плотненькая. Значит, те эти инструменты, которые здесь рекомендуют, они, мне кажется, вообще не подходят к этой пряже. Значит, здесь спицы, спицы, где вы есть спицы, покажитесь, 6-7, по-моему, да, вот они, да, 6-7. Значит, что здесь, 10 на 10, получается 12 петель, этот, плотность, и 17 рядов вверх. в общем, у меня не получилось, друзья, я вязала спицами меньше, вот здесь, вот, наверное, у меня 4,5 спицы, это никак не 6 и не 7. И еще, я к этой ниточке, к тому же, добавила вот такую пряжу, это пряжа Мидара. Мне она очень нравится, много, в общем, отзывов о ней нехороших, кто-то, по-моему, Юля, вязание Я канал, ей она не понравилась, она говорила, что она осыпется, что-то от нее остается, не знаю, может быть, ей какой-то брак попался, не могу сказать, я эту пряжу очень люблю. Она очень тоненькая, у меня, к сожалению, не осталось ни одной этикеточки, но она тоненькая, вот такая ворсистая, эта пряжа производится в Прибалтике и уже состав не помню, но тоже на канале есть обзор по этой пряжи, если захотите, то найдете, да или просто наберите в интернете пряжи Мидара и там и составы, и отзывы, и все о ней узнаете. Я обычно так и как бы это, если ищу какую-то пряжу, я забиваю название пряжи, отзывы и начинаю читать, читать или на ютубе слушать, и есть такой сайт отзовик, вот там все вы и узнаете. Ну, мне кажется, что очень хорошо она попала, вот посмотрите, вот эти два цвета, вот, и дают вот такой цвет. В одну ниточку я попробовала очень хлипко, даже на спицах, которые вот 4-4,5. Поэтому я добавила вот эту вот ниточку, вы знаете, как я люблю смешивать. Набирала изначально я 92 петли, ну, а потом по узору добавляла еще 12 петель, вот, и у меня вот здесь, вот между этими ранами 6 петелек, а не так, как вот в видео у нее там 7 петель вот здесь, расстояние между вот этими узорами. Сам узор занимает 20 петель плюс мои 6, 26, ну, у нее 27 и тоже умножить на 4, по-моему, у нее 4 рапорта вот этих узора. В общем, понравился мне этот канал, понравился этот мастер-класс, так что если сейчас вот может быть сегодня даже довяжу я эту шапочку и, конечно же, постираю, мне кажется, она после стирки как-то выровняется, ну, в общем, какая-то корявенькая она, вот что значит долго не вязать. Но ничего, я думаю, что за зиму наверстаем. Вот, по-моему, все рассказала я по этой пряже. Вы мне задавали вопрос, расскажите про ваших кошечек. Ну, вот, одна из них сейчас вот сидит рядышком со мной. Эту кошку зовут Маруся. Это соседская кошка, которая почему-то решила, что она будет жить у нас. Ну, раз кошка так решила, вот она и живет. Маленькая шпулечка вот пришла, как будто ее звали. Это ее дочка. Вот. Естественно, Маруся была не стерилизована, когда к нам попала, и причем беременная попала. В общем, родила успешно. Двоих котяток я пристроила. Есть видео на канале, кому интересна эта история. Вышла на рынок, на наш сельскохозяйственный, и сразу двоих пристроила. Женщина забрала сразу двоих мальчиков. Ну, а девочку, в общем, меня хотели забрать, а потом от нее отказались. Ну, и там не буду рассказывать причины. В общем, я рада, что она оказалась у нас. Вот. Таким образом, у нас осталась шпулька. Больше котов я не хочу. Я надеюсь, что нам этих пять хватит, и больше я не хочу. В общем, начала хронологию я от обратного. Сейчас расскажу, как вообще коты у меня появлялись остальные. Самым первым котиком у меня появился в 2014 году. вот этот котик Кузьма. Это тоже подобрыш, как и все наши котики. Все подобраны. Я тогда работала кассиром-бухгалтером в торговом, в дилерском центре Ауди в Москве. И у нас была кошечка, которая жила в этом центре и которая приносила периодически котят. Звали ее Аскада. Так называлась у нас, помню, программа в компьютере Аскада. Ну, вот ее так и назвали. Такая белая, пушистая кошечка была. В общем, регулярно рожала котят и их разбирали. Ну, а этого Кузьму может быть боялись, потому что он черненький. В общем, он остался. Ему уже было около трех месяцев. И никто его не забирал. Убежал. Ну, и я посоветовалась с дочерью. Говорю, Анечка, давай заберем, возьмем котика. Она говорит, ну, приноси. И, в общем, так появился у нас черненький Кузьма. Бегала, бегала за ним. Что-то не хочет Кузьма сниматься. Вот. Еще почему я забрала его. Очень печальная история была. Этот выводок, я не помню, сколько было котят, когда вот родился Кузьма. И их то ли руководство, то ли, не знаю, ну, наверное, руководство. В общем, приказала избавиться от этих котят. И ничего лучшего не придумали, как посадить этих котят в пакет и закрутить. Ой, это просто жесть. Это потом мне девчонки рассказали с инфостойки, что вот такая, ну, в общем, они выбежали. Они, конечно, разорвали этот пакет от стресса, от того, что они стали задыхаться. Они выбежали и всех разобрали после этого случая. А вот котик черненький остался, Кузьма. И вот до сих пор Кузьма боится, когда я вот отрываю пакет, ну, просто что-то упаковать. Он просто убегает. Хотя, конечно же, никогда у меня и в мыслях не было там что-то сделать плохое животному, да, вот такой стресс испытал, и это запомнилось на всю его жизнь. Вот как только я начинаю менять пакет там в мусорке или просто отрываю пакет что-то упаковывать, вот этот шелест он слышит и сразу убегает. Вот такая история. Шпулечка пришла. Ой, моя девочка. Они и так друг другу умывают, да, спулечка. Потом, через четыре года у нас появилась Пуся. Вот она, эта девочка. Это вообще история на миллион, наверное. Эта девочка прилетела с пятого этажа. Сын стоял с другом под окнами или как он там где-то стоял или шел. Остановился попить водички и не застегнул рюкзак. И в этот момент говорит, мам, что-то упало. Я думала, может быть, кто-то мусор выкинул. Снимаю рюкзак, а там вот эта кошечка. Она, короче, умирала. Она была, ну, ей буквально дня, если бы ее не выкинули, она бы все равно умерла. И, может быть, даже то, что ее выкинули и спасло это ей жизнь. Вот так вот бывает, друзья. Ой, не могу, у меня слезы наворачиваются. блохастая, истощенная, обезвоженная. Глаза все заплыли гноем. Мы так и не спасли глаз. Мы ходили с Лешиком в это, потом, к окулисту кошачьему в Москве. И, в общем, не смогли спасти. Один глазик мы вылечили, гной этот ушел, все нормально, но спасти не смогли. Потом у нее была микоплазма в крови. Тоже долго ее кололи. Она чихала гнойными соплями, такими, ой, ужас просто какой-то. Мы не понимали, сначала врачи лечили как от простуда, а потом сдали анализ и это была микоплазма. Вот, знаете, что вот так проявляется еще и эта зараза, от которой коты не сразу, но угасают. Вот. Через какое-то время, поскольку, видимо, у нее иммунитет был очень слабый, она заболела чумкой вот этой. Потом еще мы ее кололи. Тоже вот как раз когда мы ездили дома нас предупреждала, что не надо ехать, коты же чувствуют, и тоже у нее поднялась температура в этот год, но это вот в прошлый год, и мы какое-то время пропустили даже вот эти дни и никуда не поехали. Что это было, мы тоже даже не знаем. Чумки не было какая-то инфекция, опять ее калори. В общем, эта кошечка у нас очень-очень проблемная. Потом все заболели, когда появился Монька, которых всех заразил в том году. В общем, сначала Кузьма, потом Пуся, потом у нас появился Монечка. Монька! Ну, а Монька тоже появился не случайно, я уже рассказывала, мы привезли мебель сюда, в этот дом, еще мы не купили его, деньги не отдавали, но нам разрешили сюда перевести мебель. Вот мы перевезли мебель, а потом пошли на станцию Раненбург, там у нас был билет на автобус, там автобусы останавливаются, которые из Липецка едут, и вот перед станцией мы посидели на скамеечке там во дворе, где Аня купила квартиру, пили чаек, и вот появился вот этот вот красавец желтоглазый. Ну, в общем, я его спрятала под куртку, он был маленький, с ладошку, и мы поехали с ним в Москву. И вот этот вот маленький с ладошку оказывается был болен, и он заразил и Кузьму, и Пусю. Вот около двадцати тысяч было потрачено, чтобы вылечить нашего Монечку. Вот таким вот макаром у нас появились пять котов. Все как-то ну, я думаю, что не случайно. Случайностей вообще в этой жизни не бывает. И вообще, когда кошка прибивается к дому, это хороший, хороший знак. Ну, вот, мои хорошие, немножко о вязании, немножко о котиках. Я надеюсь, вам было интересно. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.